Пастор Шаллер присоединился ко мне в студии, и перед тем, как мы начнем слушать проповедь пастора Стивенса, мы поделимся несколькими мыслями в качестве вступления. Римлянам, 8 глава, 14 стих. Пастор Лав, у нас сегодня тема — это «Введение Бога». И мы читаем в Иеремии 10, 23, «Господи, я знаю, что пути человеческие не в нем самом». Это очень интересное заявление, не так ли, что в человеке нет пути его. У птицы есть навигационная система, встроенная внутрь, также у рыб. Рыбы знают, они мигрируют среди океана. Есть насекомые, в которых встроена навигационная система. Есть разные пути, и это удивительно, как это существует в нашем материальном мире. Но человек из-за греха потерял это. Нет в человеке направления, он не понимает, куда он идет. Он очень легко может заблудиться, может принять неверные решения. Он с легкостью живет на основе своих собственных аппетитов. Есть ли такая вещь, как «Введение Бога»? Римлянам 8, 14. «Ибо Вадимы Духом Божиим — это сыны Божии». Новое рождение означает, что мы становимся его детьми. «Мы куплены дорогой ценой» — 1 Коринфянам 6, 19, 20 стих. «Мы уже не принадлежим самим себе, и мы ведомы Духом Божиим». И за этим стоит невероятное значение. И сегодня мы потратим этот час, размышляя об этом. Во-первых, я хочу спросить пастора Лава. Пастор Лав, верите ли вы, есть ли такая вещь, как «Введение Бога»? И что это означает? Абсолютно. И когда вы делились этими мыслями, есть такая популярная песня в стиле кантри «Иисус, возьми, сядь за руль». «Иисус, сядь за руль». Потому что мы были за рулем так долго. И обычно это заканчивалось аварией и катастрофой. А как насчет того, чтобы я стал пассажиром, Иисус, а ты будешь сидеть за рулем в моей жизни? Если мы думаем о молодом человеке и его влечению к женщине, как он может жить, двигаться, принимать решения, у вас появляется идея, бизнесмен, у которого есть деньги. Что он хочет сделать? Я не бизнесмен, но иногда я чувствовал, может быть, в покупке автомобиля или в принятии каких-то решений, есть ли у меня покой по этому поводу или нет покоя по этому поводу. Может быть, вы работаете, и ваш босс в конфликте с вами, и вы говорите, «Ой, брошу эту работу, все, закончил, не буду здесь работать». Вот о чем мы говорим сегодня с вами, что есть такая вещь, как видение Бога, и что Бог является вашим отцом, и Он послал Дух Святой в ваше сердце, так, чтобы вы жили по-другому. Я не говорю, что вам не стоит покупать машину или уходить с работы. Нет, но давайте не просто будем делать то, что легко и естественно. Давайте будем относиться к Богу, как к своему отцу, и будем ведомы им в жизни. Есть такие вещи, которые настолько явны для нас, так объективны и так четко выражены в Писании, и четко говорят нам, что вот это вот правильно, это стоит делать, а вот это вот не надо делать. Но также в жизни есть многое, что не определено. Например, стоит мне выходить замуж за этого человека? Вы не найдете стих в Писании, который говорит, вот как зовут твоего будущего мужа. Нет, нужно искать Бога, нужно быть в молитве, в общении с Ним и просить Его, чтобы Он вел вас, потому что это очень важное, это критически важное решение. И нет объективно отрывка в Писании, который скажет, вот, по этому пути иди, вот это вот делай. Если вы бы были с Моисеем в Египте, когда Бог послал его в Египет, я думаю, что это, наверное, последнее место, куда он хотел бы пойти. Ты что, действительно хочешь, чтобы я пошел разговаривать с фараоном? Я не хочу этого делать, но Бог вел его, понимаете? Например, Павел. Хотел ли он страдать, так как он страдал? Нет, но он был ведом Богом. Вот что мы будем слушать сейчас. И мы будем слушать проповедь пастора Стивенса. Сейчас мы будем слушать первый отрывок, и потом мы вернемся к обсуждению в нашей студии. Я хочу, чтобы вы объективно подумали со мной, и мы будем потом продолжать в Слове Божьем. Каждый стоит перед Богом индивидуально. Каждый предстанет перед Богом индивидуально. Каждый, конечно, должен жить перед Богом индивидуально. Римлянам 14, 7, 8, 9 говорит о том, что каждый должен жить перед Богом. Они ответственны за этот путь с Богом, за жизнь с Богом. Но все, что происходит с Божьими людьми, с человеком, потому что он ходит перед Богом, потому что Бог — это его Бог, индивидуум, личность также должна осознавать, что все, что происходит с ним или с ней, происходит ради него. 2 Коринфянам 4, 15. Вне зависимости от того, что происходит, какого я цвета родился на Земле, географическое местоположение, в котором я вырос, семья, в которой я жил, обстоятельства, в которые я попадал, мы не смотрим на то, что видимо, но на невидимое, потому что то, что видимо, временно, а то, что невидимо, вечно. Стоит ли верить в эти стихи? Являются ли они истинными? Вне зависимости от того, что сделали братья Иосифа, или что делает Исаф, или что делают родители Иакова, «Содействовало ли все это ко благу для Иакова?» Второе Коринфянам 5, 18. «Все от Бога». Повторите со мной. «Все от Бога». «Все содействует ко благу». И вопрос такой. После того, как вы читаете эти отрывки Писания, правда ли, что все содействует ко благу? Да. «Все ли ради вас?» Да. «Все ли от Бога?» Да. Если это истина, Бог вырабатывает индивидуальный план для человека, чтобы человек испытал жизнь его сына через направляемые Богом шаги для именно этого человека. И что то, что волнует Бога, это чтобы каждый был похож на его сына. И все будет происходить ради этого человека, чтобы он принял незаслуженные благословения через жизнь веры, не по видению, так, чтобы то, что вечно, а не временно, привело к вечной славе. Так часто мы слышим, так многие люди были ранены, так многие люди сделали вот это. Если бы все это проанализировали в свете Писания, вы будете в шоке, что то, что Бог посылает в жизнь человека, это ради того, чтобы произвести испытание веры, соучастие в страданиях, рост от славы к славе, чтобы преобразиться в образ Иисуса Христа. Второзаконие 8, 1. «Все заповеди, которые я отдал тебе, ты должен соблюдать, чтобы ты жил и овладел землею, которую я поклялся отцам своим». И чтобы ты помнил путь, которым Господь ввел тебя 40 лет в пустыне. Я хочу задать вам вопрос. Правильно ли это было, что Бог повел огромную группу людей, 2,5-3 миллиона людей в пустыне 40 лет, и не дал им постоянного места жительства, чтобы они могли жить в каком-то месте? Ответьте мне. Это неправда. Вы неправильно отвечаете. Я шучу. Там аудитория ответила хором, да, это правильно. Но интересно, могли бы израильтяне подать в суд на Бога? Почему Господь 40 лет ввел их в пустыне без питьевой воды, если только Он не давал им воду из скалы, без еды, если только Он не давал им манну, без обувных магазинов, поэтому Он дал им обувь, которая не изнашивалась 40 лет. Почему Он это делал? Чтобы что сделать? Чтобы смирить их. Почему это Бог сделал? Чтобы дать им чувство безопасности. Он сделал это ради того, чтобы смирять их. Чтобы они узнали. Бог позволяет ситуациям в пустыне раскрывать, что в их сердцах. Чтобы Он взял то, что в их сердцах, и показал им, что там находится. И затем Он проработал бы это и произвел смирение и дух кротости через Голгофу. И каждый раз, когда Он проводил их через испытания, через вызов, через тест и контрольную работу, это испытание раскрывало, что было в их сердце на этой фазе их жизни. Год за годом Он это делал. И в конце концов, Иисус Навин, Халев и несколько их детей в определенном возрасте остались молодые мужчины и женщины, чтобы войти в Ханаан. Остальные же умерли. А Бог позволил этому произойти в течение сорока длинных лет, чтобы смирять их. И затем пожилые люди так и не смирились. Они роптали против Моисея. Они хотели забросать Его камнями. Они находили ошибки, критику. И снова и снова. Многие из них, 1 Корифф. 10 и Исход 32, проходили через суд. Они так и не научились уроку смирения. Они не научились, что их проверяют. Они проходят испытания. Они не приняли то, что раскрывало их сердце в испытании веры. В плане испытаний Божьих. Бог это запланировал, а не Моисей. Мы только что с вами послушали первую часть проповеди пастора Стивенса «Видение Бога» или «Бог ведет». Итак, подумайте об этом, что каждое испытание в их жизни было для того, чтобы показать, что находилось в их сердце в этот момент жизни. Итак, Господь делал это для того, чтобы раскрыть их сердца, смирить их и привести в то место, где они начнут доверять Его видению, Его голосу. Контекст, говорит пастор Шайлер, этого учения в том, что планета Земля очень привилегированная. Есть такое видеофильм, называется «Привилегированная планета». Вес планеты, расстояние от Солнца, как она вращается, нахождение Луны, все это делает возможным жизнь здесь. Также физическая жизнь человека — это очень узкий спектр. Так много переменных должны совпасть для того, чтобы мужчины или женщины были живыми. И в то же самое время сколько живых людей, которые живут сейчас в комфорте, но также много людей живут в нищете, у них много болезней и проблем, но в то же самое время более 7 миллиардов человек живы на Земле. и Господь говорит верующим, что все происходит ради вас. Спектр того, что может произойти что-то случайно, на самом деле практически невозможен. и так все это намеренно, все происходит намеренно. Я не был бы жив, если бы это не было Богом запланировано. Затем наши испытания, мы должны сказать, что это проведение Бога. Бог сотворил этот мир, Он хранит его, содержит и также обеспечивает этот мир. И верующий, находясь там, ему говорит, что все ради тебя. В этом есть смысл, есть цель. Это Римлянам 8, 28 и 2 Коринфянам 5, 14. Поэтому нам нужно настраивать в жизни свое отношение, верить в это. И для того, чтобы настроить свое отношение, нужно смирение. Плач Еремии, автор закония 8, 3, Он говорит, Он смирял тебя. Ты был голоден? Да. Ты умер от голода? Нет. Он кормил нас манной. Что это означает? Это означает, что есть голод. Мне он не нравится. Все происходит не так, как я хочу, но в то же время я не умираю. У меня есть трудности, но я не умер, я жив. Он хранит меня живым. И так требуется смирение с нашей стороны для того, чтобы относиться к Богу и сказать, да, Господь, я могу доверять Тебе. Вопрос, который он задал во время проповеди, удивительный. Какое же право у Бога есть? Есть ли у Бога такое право вести нас через трудности или даже внутрь этих трудностей и заводить нас в трудности? Можем ли мы сказать, что Господь ведет своих людей в трудности? Да. И я думаю, что это классический вопрос. Это то, что сказал Иов. Он задает Богу вопрос, отправляет требования. Мне нужно поговорить с ним. Иов 23. Но он не может его найти. И потом он говорит, я бы хотел, чтобы между нами был посредник, для того, чтобы я это понял. Но суть в том, что человеческое сердце имеет причины, по которым оно может жаловаться и плакать. Но давайте поразмыслим над этим. Нам нужно настроить свое отношение. Это все равно, потому что так легко жаловаться, не замечая и не доверяя, что за этим стоит больше, чем мы видим сейчас. Вот почему нам нужно смешивать с верой его обетование и верить в то, что все от Бога и все ради меня. Все будет содействовать ко благу. Это не значит, что мы не будем иногда раздавлены или будем плакать, разочарованы, будем печальны какой-то период времени или у нас будет мгновенное восстановление, но это то отношение, которое стоит развивать в своей жизни. И стоит осознавать, что у Бога есть права делать то, что Он хочет. И нам нужно доверять Ему. Он действует в нашей жизни, работает в нашей жизни, даже когда кажется, что все идет против нас. Может быть, Бог в этот момент самый продуктивный в нашей жизни. Итак, давайте вернемся сейчас ко второму отрывку сегодняшней проповеди, которая называется «Видение Бога». Библия говорит очень четко, что вся власть дана Богу на небе и на земле. И Писание говорит четко, что наши шаги, направляемые Богом. Каждый шаг. Иеремия 27,3. И Бог знает конец от начала. Исайя 46,10. У Бога был план, и Он отличается от наших. Но вечная цель, чтобы смирить субъект, чтобы Он стал как Иисус и принял Его план, как сделал Иисус Новин. и халев. И это будет Божий результат. А если нет, то субъект или человек будет ходить по кругу, по кругу, будет роптать, будет уставать, будет недоволен, будет на все смотреть с человеческой точки зрения, но не с позиции Слова Божия. Будет смотреть с позиции человека, но не с позиции плана Бога. Все ради нас. Нет ничего, что было бы пропущено и что не содействовало к нашему благу. Мы не смотрим на то, что временно, мы смотрим на то, что вечно. Наши временные страдания короткие, но они произведут вечную славу в преизбытке. Вот какова истина из Божьего Слова. И я хочу, чтобы вы обратили внимание еще на кое-что. Позже в Писании мы это читали, что их одежды не изнашивали. И 10 стих говорит, что они были в том месте, где им ничего не доставало. У них было все. Знаете, почему у них было все? Потому что те, кто были смиренны, были насыщены Иисусом Христом, который стал для них всем. Подумайте еще о чем-то. Вот Иаков, 4 глава, говорит, смиритесь перед Богом. Видите, повторяется эта мысль, смиритесь. Авраам заслуживал траву и плодовитые почвы Содома, но он смиряется и отдает Лоту. После того, как он отдает все Лоту, он опять идет и спасает Лота. Он смирил себя. Авраам не просил Лота смирить его. Он сам смирил себя. И он не смирил себя, чтобы позже от что-то получить от Лота, но он стал его другом и ни разу не упомянул то, что он отдал ему права на лучшую землю, потому что Авраам смирил себя. Иаков думал, что Исаф собирался на самом деле его убить. Он боялся его. И когда он встретился с Исафом, Исаф подошел, обнял и поцеловал его. Иаков был полностью потрясен, что у Исафа есть такая любовь к нему. Исаф смирил себя. Братья Иосифа продали, неправильно обращались с ним, были недобры и жестоки, ненавидели собственного брата, ревновали и завидовали ему. Они были неправы, это был грех, это было беззаконие, это была зависть и гордость, это была ненависть. они еще и лгали потом, а Иосиф сказал, подойдите ко мне. Он говорит, я Иосиф, ваш брат. И заметьте, не печальтесь, не злитесь на себя. Кто смирил себя в этой ситуации? Иосиф, вы продали меня сюда. Нет, не вы продали меня, но Бог послал меня сюда, чтобы сохранить ваши жизни. Два года был голод в земле, и еще пять лет будет голод. Все содействует ко благу. И все было ради них, представляете? Все от Бога. и Бог послал меня перед вами, чтобы сохранить ваши жизни, чтобы избавить вас. Итак, теперь прочитайте это со мной. Не вы послали меня сюда, но Бог. Если бы сегодня такое произошло, братья Иосифа, Иосиф бы встал и распял своих братьев, да? Но Иосиф сказал, нет, это не вы это сделали, это Бог. Это Бог был во всем. Может ли Бог использовать грешных людей для того, чтобы исполнить свою волю таким образом? Если вы читаете Библию, вы должны верить в нее. И так это не вы меня сюда отправили, а что Бог и Он сделал меня помощником фараона и господином над домом его и над всей землей Египта. Это невероятно, правда, очень странно. Это было проклятие, но Бог взял проклятие и обратил его в благословение, в невероятное избавление для своих людей. Почему? Потому что Божьи пути совершенны. Псалом 17.3 И Он делает все совершенно. Второзаконие 42.3 У Бога вся власть. Бог все контролирует. Контролирует всю Вселенную. Он контролирует жизнь своих верующих. Те шаги, которые они предпринимают, все последствия, которые связаны со всеми обстоятельствами. Бог внутри нас все контролирует. Он наверху на небесах все контролирует. Он контролирует Псалом 138 «Вхождение твое и выхождение твое». Он контролирует дыхание. Он контролирует все. Поэтому все ради нас. Поэтому, когда мы начинаем смотреть на Писание и на Бога, мы принимаем благословение вместо проклятия человеческой точки зрения. вот Давид с царем Саулом. И Саул пытается убить его 1 царь с 24 и 26. Давид смирил себя и сказал, «Я не простую руки своей, чтобы коснуться Божьего помазанника». Но Божий помазанник был убийцей, был злым. 1 царь с 24 9. Давид сказал Саулу, тебе люди сказали, что Давид ищет тебя, но ты видел, что Господь предал тебя в моей руки в этой пещере. Но многие хотели, чтобы я убил тебя, но я сказал себе, что я не простру руки на помазанника Божьего. Это конец второй части сегодняшнего часа благодати, проповедь «Видение Бога», удивительные мысли, удивительные иллюстрации из самой Библии, которые показывают нам, насколько важно взирать на Бога во всем, как Иосиф увидел Бога во всем, даже в том, как Бог использовал его грешных братьев, чтобы исполнить предназначение Бога. Эта мысль тронула меня, когда сказал пастор Стивенс, что если мы не взираем на вечное, на Бога, то мы можем быть пойманы временным и пропустить Бога, который все устраивает, все планирует, и он говорил о проклятии человеческой точки зрения. Возможно ли, что благословение, которое предназначал Бог, становится проклятием из-за того, как мы на это смотрим? О, да. Каждый раз, когда у нас проходят сложные времена в жизни, мы можем начинать обвинять Бога. Конечно же, Он стоит за всем этим. Он суверенен, Он власть над всем, Он мог бы изменить что-то в нашей жизни. Наша мгновенная реакция это темная тень над жизнью каждого, и у каждого есть тенденция быть против Бога, стать врагом Бога. С нами плохие вещи происходят, но суть в том, что если есть смирение и страх Божий, это означает, что мы настраиваем свое отношение, и христианин должен учиться этому. Будьте осторожными, со своей первой реакцией. Будьте осторожны в том, как вы перевариваете боль. Будьте очень осторожны в этом. Вот в этом суть страха Божьего, да. Когда такого не происходит, я думаю, что это то обвинение, которое люди бросают против Бога в мире. Как я могу доверять Богу, который позволяет такому происходить или этому случиться, они все равно как бы предлагают, что Он все контролирует, но им не нравится, как Он это делает. И они не будут верить Ему, пока Он все не изменит и не будет все так, как они хотят. Да, да, это показывает тоже, насколько мы эгоцентричны, насколько эгоцентричен мир. Мир весь вращается вокруг меня. И суть урока сегодня в том, что не ставьте Бога в коробочку и не говорите Ему, что Он должен быть таким, а если ты не будешь вот таким, то ты мне больше не нравишься и верить тебе я больше не буду. Не делай так. Включите божественное воображение, поразмыслите над этими историями в Библии. Да, Иаков был благословлен Исавом, потому что он молился. Иаков думал, что Исав его убьет, а Исав вместо этого его поцеловал. Моисей вышел из Египта благодаря мощной и сильной руке Бога. Иисус на кресте, но три дня спустя Он воскресает из мертвых. Давайте смирим себя. Иаков 4, 10. Возможно ли понять это без Писаний? Нет, я не представляю, чтобы какой-то неверующий пришел к таким заключениям без вдохновения Библией. В жизни не будет никакого смысла, если не будет понимания Библии. Иеремия 10.23 Я знаю, что это не в силах человека направлять свои шаги. И самая неуправляемая жизнь это жизнь человека. Нам нужен Бог, чтобы направить нас. Итак, размышления, отношения, смирения. Я думаю, пастер Лав, вы встречались ли вы со смиренными людьми, которые, может быть, сидят в приемной возле реанимации и только что им сообщили печальную новость по поводу их близких, и вы видите тихое смирение, кротость и благодарение, которое есть в глубине их сердца, несмотря на то, что это печальная новость, есть боли, это сложно, но есть смирение. Да, когда это видишь, думаешь, я тоже такого хочу, и мне это нужно также. какая польза быть повстанником и быть горьким? Это работает против вас. Мы слушаем сегодня эту проповедь и говорим об этом, но представьте себе, что мы не находим Иосифа в конце своей жизни злым, горьким повстанником, который затаил злобу. Мы видим свободного, который наслаждается своей семьей, несмотря на то, что изначально намерения были очень злыми, но он увидел картину больше, он увидел Бога во всем, и он заканчивает, покидая этот мир удовлетворенный, счастливый, радостный, и увидевший Бога и Божью руку во всем. Мы также хотим прожить нашу жизнь, пронести все и закончить такими. Да. Итак, когда евреи были выведены из Египта, первое, что сделал Бог, это повел их в пустыню, и он сказал, он делал это для того, чтобы смирять их. А разве они не были рабами в Египте? Разве они не были уже смирены? Да, они были рабами, но этого недостаточно. Он говорит, я не могу вывести их из Египта просто автоматически в обетованную землю. Мне нужно, чтобы они научились смирению. И я думаю, нам это тоже нужно. Я уверен в этом. Я думаю, молодым людям, которые оставлены самих себе, предоставлены сами себе, становятся гордыми. А молодые люди, которые ходят в смирении, это очень хорошая тренировка. ты не всегда получаешь то, что хочешь, не всегда делаешь то, что тебе хочется, но тебе нужно жить чем-то более глубоким, доверять Богу. И, как вы сказали, это не всегда будет просто, но если Бога посадить в коробочку и подумать, что мы знаем Его, мы Его расшифровали, все поняли, и нам не нужно разгадывать Бога, нам нужно доверять Ему, доверять, что Он ведет тем путем, которым Он хочет вести нас. И давайте перейдем к последней части проповеди пастора Стивенса «Видение Бога». Как вы думаете, был ли он помазанником Бога, когда он пытался убить человека из-за зависти и гордости? Как Давид мог называть его помазанником? Но Библия это говорит, «Я отрезал часть твоего плаща, это было зло и беззаконие, я сделал зло и беззаконие». 12 стих «Господь да будет судьею между мною и тобою, и рука моя не поднимется на тебя». 16 стих «Саул заплакал». Что делал Давид против того, кто пытался его убить? Он смирял себя перед Богом. Почему? Потому что он давал, отдавал Саула Богу, чтобы Бог праведно рассудил, потому что он не чувствовал, что он будет праведным судьей, а Бог будет праведным судьей. поэтому он позволил Богу быть судьей между ним и Саулом. И он сделал это удивительное заявление посреди этой ситуации. И затем я хочу, чтобы вы обратили внимание 1 царств 26. Кого искал в сердце Бога Давид? Кого искал в сердце Давид? Он искал Бога. Давид встал, пошел к месту, где был Саул, посмотрел на место, где лежал Саул. И затем 9 стихе Давид сказал Амаси, не тронь его. Кто может простереть свою руку против помазанника Божия и остаться невиновным? Боже упаси, чтобы я поднял руку на помазанника Божиего. Итак, возьмем воды и уйдем отсюда. Итак, принцип, который я хочу, чтобы вы извлекли из этого стиха, что Давид смирял себя перед Богом. Он не ждал, чтобы Саул смирился, он сам смирился. 2 Царств 24, Ависсалом находится в воротах города, и он пытается завладеть умами людей Давида, чтобы взять царство. В конце концов, Ависсалом завоевал власть и контроль царством. И Давид, когда слышит эти новости, что погиб его сын, что Ависсалом погиб, он встал и заплакал. «О, Ависсалом, Ависсалом, я бы умер вместо тебя! О, Ависсалом, Ависсалом, я бы погиб вместо тебя!» Может быть, 18-й, не помню. «О, Ависсалом, Ависсалом, я бы умер за тебя!» Давид с радостью бы умер за Ависсалома. Хотя Ависсалом был предателем, хотя Ависсалом был убийцей, хотя Ависсалом был обманщиком, он не покаялся, он погиб, зацепившись за волосами за ветви, и он не покаялся. Он, Ависсалом, не каялся, не раскаялся. Он не был помазанником Божьим, он не был избранным Божьим, но Давида сердце было настолько полно искупления, милостью и любовью, милостью, которая превозносится над судом, и полно сострадания. Он рыдал и говорил, «Я бы погиб вместо тебя!» Он похож на того, который спустился на землю и готов был заплатить за нас, за грешных. И поэтому неудивительно, что Библия называет Давида человеком по сердцу Божьему. И когда приходит блудный сын, дайте ему лучшее. Когда встретишь Петра, скажи, что он будет проповедником на Пятидесятницу. Бог хочет искуплять, Сатана хочет проклинать, Сатана хочет разрушать, Бог хочет, чтобы раскрывал любовь, а Сатана хочет вызывать разделение и противостояние. Сатана хочет раскрывать дела без благодати и сравнения и самое худшее в нас. Бог хочет благословить, а Сатана пришел, чтобы украсть, убить и погубить Иоанна 10. И Бог пришел, чтобы дать жизнь с избытком. Но чтобы быть как тот, который пришел, чтобы простить, нам нужно научиться смиряться в глазах Божьих. Когда мы смиряемся, Он превозносит нас, Он возносит нас. Когда мы становимся наименьшими, Он заботится об этом. И это то, что производит возрождение в христианство. Христианство это не то, что я тебя исправляю. Это я, который исполнен любви Божией и распространяю ее на всех. Христианство это не моя концепция по поводу твоей жизни. Это Христос, который проявляется во мне вне зависимости от того, как ты живешь. Милость, любовь и потом только исправление и убеждение, которые можно принять по благодати. Христианство это не глаз за глаз. Христианство это Божья чистая благодать ни за что. Церковь по большей части, включая меня и вас, ежедневно должна учиться тому, что Бог ведет нас ради того, чтобы смирить нас. То, что мы считаем ошибками людей. На самом деле, это Господь делает нас подобными себе в своем плане, очень специфичным для нас. Итак, друзья, это завершение сегодняшней проповеди. Какая удивительная проповедь, ведение Бога. Бог ведет иллюстрации, опять же, жизни Иосифа, жизнь Давида, жизнь Якова. В каждом случае смирился перед Богом или были смирены Богом. И результаты были удивительные, такие, как сердце Давида. Саул сделал все, чтобы разрушить его, но сердце Давида было милость, превозносящаяся над судом. И мне очень понравилось, что церковь должна научиться ведению Бога. И церковь не может научиться этому без смирения. Удивительные мысли, прекрасная проповедь. Да. Это часть по поводу Давида и Саула, и какие у них были взаимоотношения, что он не брал и не разрушал своего врага. Он говорил, Бог, ты сам это сделай, сам Бог это может сделать. Я не хочу быть в центре этого действия. Я хочу, чтобы Бог сделал то, что хочет сделать он. Со временем это произошло, и Давид стал царем. Но он не продвигал себя. Он не делал так, чтобы он там оказался. И это было бы естественно. У него были преимущества в какие-то моменты, он мог бы его убить. Но он говорит, нет, я не буду этого делать. И я думаю, что это контроль наших аппетитов, контроль наших языков, контроль и ведение Святым Духом. Это означает, что мы способны контролировать наши естественные аппетиты и не требовать ничего от Бога. Мы не требуем от Бога, чтобы жизнь шла моим путем, по моему плану. Мы учимся быть подчиненными Слову Божьему ежедневно. Это такая привилегия для нас, такое благословение. Аминь.